В пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесии приняли более 60 человек на срочную службу. Последние несколько лет в такие подразделения брали только контрактников. Мероприятие прошло торжественно. Солдат срочников поздравил руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Мурат Озов. Альбина Ламкова с места события. Я, наверное, пойду туда же, куда и мой папа, в Орел, на связиста. И, блин, все вместе мы... Я хочу своих друзей тоже потащить на связистов, чтобы мы все вместе могли хорошо охранять нашу границу. Срочная военная служба всегда в почете. Особенно интересна служба стражей границы подрастающему поколению. Для Матвеева одноклассников и из класса юных друзей-пограничников большая ответственность участвовать в честовании призывников. Такие мероприятия служат основой для развития человека как личности, которая начинается со школьной скамьи. Очень много эмоций, восхищения. Конечно же, служба пограничников очень важна. Нам в классе, конечно же, объясняют, что такое пограничник. У нас постоянно по понедельникам разговоры о важном. К нам приходит наш куратор Сергей Дмитриевич и рассказывает нам, показывает, приносит автоматы, показывает и разбирает, что это такое. Героический опыт военнослужащих всегда вдохновляет. Особенно молодежь, говорит председатель региональной организации Совета ветеранов Покорчаева-Черкесии Сергей Юрьев. Он частый гость в Центре 11 Черкеска. Учит детей не только, как разбирать автомат. Сергей Дмитриевич рассказывает юным друзьям пограничников о том, что можно считать подвигом. Можно ли его запланировать и как влияют современные условия на ход боевых действий. Это не первый опыт, когда совместно служат контрактники и служат военнослужащие по призову. Никогда никаких вопросов не возникало. Они дополняли всегда друг друга, помогали, воспитывали, обучали. Опыты премьера непосредственно старших товарищей военнослужащих-контрактников. Это будет становление осуществляться быстрее. Частвование призовников стартовало с исполнения государственных гимнов Российской Федерации Карачаева-Черкесии. Затем руководитель администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Мурат Озов поздравил новобранцев и пожелал им хорошей службы. Сегодня для вас начинается новый этап жизни. Опыт, полученный в рядах пограничных органов, поможет вам закалить характер, стать опорой близким и реализовать жизненные планы. Возможно, кто-то из вас в дальнейшем примет решение связать свою судьбу с профессией военнослужащего. Служите достойно и честно. Помните, что теперь вы защитники Отечества. После прохождения обучения вами выпала высокая честь стоять на защите государственной границы. Последние несколько лет в пограничное управление ФСБ России брали только контрактников. Но сейчас, после принятия соответствующего федерального закона, решили вернуться к практике прежних времен. Сегодня ряды пограничников пополнили более 60 ребят. Более 20 лет у нас не было военнослужащих срочной службы. 20 лет назад с этого плаца, точно вот таким же торжественным построением, с выносом знамени, мы провожали отсюда крайнего солдата срочной службы. Как и тогда, нести боевое дежурство у наших рубежей берут не всех. Отбор строгий. Современный пограничник, конечно, выглядит уже не так. Изменились форма и оружие, но в точности сохранилось понимание, каким должен быть защитник рубежей Родины. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.